Полицейские разыскивают мужчину, который украл кошелек с деньгами. Происшествие случилось 20 июня около 9 утра в одном из складских помещений, сообщили сотрудники ОМВД по Кировской области. На вид мужчине 30 лет, рост 175 сантиметров. В день кражи был одет в серую футболку, черные штаны и черные кроссовки. Тех, кто узнал мужчину на видео, просят позвонить по телефону 02. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове появится четыре новых отделения почты. Об этом сообщили в правительстве области. В июле одно из них откроется по адресу улица Металлургов, 10. Оно будет специализироваться на обслуживании жителей филейки района ОЦМ. В августе новое отделение появится в Коминтерне по адресу Павла Корчагина, 213. В сентябре-октябре в аэропорту Победилово и в микрорайоне Чистые пруды. За лето 16 человек заболели энцефалитом. При этом причиной болезни стали не только укусы клещей. Твои кировчан заразились после употребления сырого козьего молока, сообщили в Кировском Роспотребнадзоре. Борелиоз выявили у 84 человек. В прошлом году на этот период было зарегистрировано 115 случаев. Всего в этом году к медикам с укусами клещей обратились больше 7,5 тысяч человек. В прошлом году эта цифра была в два раза больше. Обновленный ботанический сад откроют до конца июля. Сейчас там ремонтируют водоемы и дорожки, рассказал директор сада Всеволод Езимов. Также старую советскую плитку там заменят на новую. Изменится после ремонта и реконструкция Черного моря. Запланирована красивая облицовка голубой мозаикой. Выложен натуральным камнем спуск к морю. Им же облицована часть бассейна. Открыться после ремонта ботанический сад должен был в конце мая. Однако из-за погоды сроки сдвинулись. Сейчас планируется, что пускать посетителей туда начнут в течение ближайших двух недель.